Кинооператор Как много загадочного таится за этим словом. Мы привыкли к чудесам и красотам, царящим на киноэкранах. Мы научились судить об изобразительной культуре фильмов. Но порой забываем о человеке, из рук которого выходят первые побеги, которым суждено потом вырасти в кинофильм. Но есть один парадокс. Пожалуйста, какое место занимает кинооператор в творческом процессе создания кинофильма? Не знаю. Подожди, подожди. Я не знаю, что ответить. Два слова. Отвали. Что это? Незнание или неприязнь? Непонимание или нежелание понять? Ведь никто не усомнится в месте бухгалтера или экономиста, вахтера или уборщицы. Никому не придет в голову брать под сомнение роль диспетчера или инспектора отдела кадров. А тут? Место операторов на первом этаже на диване. Которые они отняли у нас из монтажного цеха. Дело оператора ходить за поем. Их место, так сказать, рядом с Левой Нигматулиным. А что думают сами операторы о своем месте в кино? Внизу. Последнее. Первое. Согласен, товарищ. Засказанное. Да, в скромности мне откажешь. Безотказные труженики, беззаветные киношники, они зачастую рискуя жизнью и здоровьем, делают свое большое и важное дело, не рисуясь и не капризничая. Потому что они операторы. Он оператор, ударник, новатор. Он инженер и творец. Он грузовик, паровоз, экскаватор. Он часовой, наконец. Он сухопутчик, подводник и летчик. Ветеринар, канавал. Он пулеметчик, зенитчик, наводчик. Ведь позади филиал. Субтитры создавал DimaTorzok 29 ноября 1982 года операторам предоставлена собственная комната. Она явилась признанием заслуг, признанием большого вклада, сделанного операторами в дело развития военно-учебного кино. Субтитры создавал DimaTorzok И все-таки тоже он, оператор. Оператор – это фундамент, я считаю, на котором стоит режиссер с его замыслами, с его творческими поисками. На первом месте кинооператор. Кинооператор занимает одно из ведущих положений, но по оплате труда это не чувствуется. Второй человек на фильме. Третий человек после директора. Итак, сколько людей, столько мнений. Это лишний раз подтверждает многоплановость операторского творчества, разносторонность их житейского и созидательного темперамента, их неординарность и неоднозначность, непримиримость и неуспокоенность. Так какое же место занимает оператор в творческом процессе создания кинофильма? Ну, место оператора рядом с режиссером на съемочной площадке. А что скажут режиссеры? Место творца, как в процессе, так и за рамками процесса. Раньше считали, что земля держится на трех китах. Я считаю, что кинооператор это тот кит, на котором держится кино. Если он, правда, не в четвереньках. Цех обработки пленки не является бодчиной операторов. Однако, ввиду прямой зависимости от них, вынужден терпеть назойливое присутствие. И все-таки, товарищи обработчики, ваше отношение к операторам? Очень положительно. А режиссер без оператора, это как вдовствующая королева. Как это? Звание есть, а власти нету. Лучше и не скажешь. Но, может быть, кто-нибудь еще захочет высказаться? Ведущая роль его, наверное. А режиссер он направляет, наверное. Без них не было бы традиционных ни первого, ни последнего кадров. Да будет время к ним справедливо. Да будут помнить о них в веках. Пусть операторы горделиво сжимают конбас в своих руках. Ведь оператор он как ребенок, с натурой ломкою, как тростник. Он взглядом зорок, душою тонок. Давайте выпьем за них родных. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok